Найдется поделим человеком, который служит в храме. Поэтому я везде нахожу его в храме. Но его недостаточно, чтобы построить храм. И это меня удручает. Это меня делает на несколько секунд несчастным. И я готов на экстремальные поступки. Но Бог меня пока миловал. Вот видите, я вот сижу с вами, разговариваю о храме. И я вам как бы представляю эту идею. Ну вот. Скажите, пожалуйста, как увидели поле макарное. Вот как на этой фото было встречи. Как с полем встретили. А, вот эта фоточка маленькая. Вот видите, сейчас я вам фотографирую. И у него надо посмотреть. Машенька, нажми там свет. Свет, свет. Ага. Я зашла далеко. Вот. Вот смотрите. Вот символическая фотка моей жизни. Мне удалось встретиться с человеком, который создал всю эту музыку. Вместе с Джоном Ленном Поль Маккартни написал лучшие, самые любимые песни. И Джордж Харрисон, конечно, и Ринго Стар. Они все в этом безумном котле кайфа, который курится, варится, который работает, от которого исходят лучи, счастья, свободы. И слышатся беспрерывная музыка, нон-стоп. Уже 53 года Бидмой потрясающий мир. И до сих пор по всему миру происходит самая снисорность. Везде ставят памятники Бидмсом. Они находятся в улице Джона Леннона. Или группы, которые исполняют их песни. И каждый год в Ливерфуре, в городе Бидмсом, куда они произошли, происходит фестиваль. Это в августе происходит одна неделя фестиваля Бидмсом. Продолжается в Ливерфуре. В 77-го года Ливерфуре идет праздник жизни. Тысячи людей в августе приезжают. И на 300 тысяч. Один раз было написано, подсчитано, 300 тысяч гостей со всего мира приехало в Ливерфуре на праздник Бидмс. И все это фаны Бидмс. Все в футболках Бидмс, все поют Бидмс, все радуются, все продают, покупают Бидмс, слушают Бидмс, ходят на концерты, сидят в барах, распивают пиво и поют, и поют, и поют, и поют Бидмс. Вот примерно вот так вот и я живу уже 53 года. Я знаю каждую песню Бидмс. Вот сзади меня тысяча пластинок Бидмс. Плюс-минус там, конечно, 30 штук. Точно я не могу посчитать. Но у меня примерно тысяча пластинок Бидмс, на которых записаны все песни возможные. Теоретически все. Практически, безусловно, нет. Потому что где-то, я уверен, что где-то в доме Джона Леннона на нижней полке завалялась какая-то старая катушечка или пластиночка, которую даже его сын не видел. Все может быть. Битлы раздаривали свои песни всем там уборщицам, шоферам своим, любовницам. Посылали всяким родственникам в Австралию, знаю, Джон Леннон послал свои пластинки и так далее, и так далее. Ну, у меня есть все. У меня 900 песен Битлс. Любая песня, что они написали за эти 53 года у меня есть. И сольных, совместных, любых. Написанных совместно с другими композиторами и персонами. Много альбомов я сам сделал. Вот эти нижние полки, это все мои альбомы домашние. Я их называю семейными альбомами. То есть все, что я собрал на черном рынке Петербурга, когда был молодым, когда был заядлым фаном настоящим. Я носился как белка в колесе. Я носился по Петербургу, встречался, вырезал, что-то вклеивал, рисовал, доставал, обменивался. По всему Петербургу шли встречи нас, Битлс-фанам. И рок-фанов, безусловно, было масса рок-групп, если вы знаете. Весь мир играл на гитарах. От какой-нибудь там, пардон, Венгрии, до Монголии, до Японии. Все играли в Битл, все сочиняли что-то свое, дергали за струны, носили в футболке с яростными там словами, типа того, что да здравствует свобода. Вот такое это было время. Оно продолжается, потому что альтернативы нету. Ничего круче Битлов нет. Я русскую музыку не слушаю. В России сейчас мгла. Ни одной хорошей группы нет. Я не трачу деньги на русские пластинки или концерты, потому что моя душа не просит, я никуда не хожу. Я слушаю Битлов, и мне все ясно про этот мир. Про бога ясных, про товарища дьявола, про любые события, которые происходят в мире. Я уже знаю, чего они стоят и как они оцениваются. Вот так, ребятки. Вот так, девчонки, мальчишки и все остальные, живые и мертвые. А с какого года у вас коллекция эта началась? В 64-м году я услышал Битлов по радио Би-Би-Си. Я только-только школу закончил. Мне было 17 лет. И неожиданно пришел ко мне в гости мальчишка из соседнего дома. Я жил на окраине Петербурга, на Ржевке. Там уже лес начинается. Лес, там Всевловск, там уже военная зона. Пальба все время. Мой батя был военным офицером, стрелял из пушек. Кошмар. Я все время видел войну. Я видел, как он чистит по утрам пистолет все время. У него двустволка была, а он зайчиков на охоте гробил. И так далее, и так далее. А лосей всяких прибивал. Я кушал это мясо и говорил, ой, мама, как вкусно. Как жалко. Ой, какое зайчье мясо вкусное. А когда мама еще прибьет зайчика какого-нибудь? А папа говорил, в следующий раз я принесу глухарей. Я поеду на глухариный ток. И вот он привозил дохлых глухарей. И мама готовила эти глухарей. И я опять говорю, ой, какие вкусные глухарики. Ой, 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 ой. Вот так я рос. А потом я слышал битвы, и все переменено. Я стал пацифистом. Я убиваю только комаров. И все. Ну, муха иногда вредная. Вот так, девчонки. Можно найти в интернете сайт какой-нибудь есть у вас?